Латвия Зиннис, независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Сегодня утром на Венсполском шоссе недалеко от Укумса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Эко Лайнс. Несколько человек получили травмы. По предварительной информации, маршрутный автобус врезался в грузовой автомобиль, который остановился на обочине. Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону, по которым банки и небанковские кредитные организации должны будут платить авансовый налог в размере 20% от прибыли за предыдущий год. Цель принятых поправок – обеспечить с помощью рычагов госбюджета более справедливое распределение бремени высоких процентных ставок между обществом и финансовым сектором. Сейм установил на один год применение пониженной 12% ставки для свежих фруктов, ягод и овощей. Компенсируемые меры в размере почти 16 млн евро будут приняты за счет пересмотра ставок акцизов и отмены субсидий в размере 3 млн евро для производителей фруктов и овощей. Выборы в Европарламент запланированы на июнь. В январе стартует подача кандидатских списков. Но партии уже начали раскрывать планы. Нацобъединение может в Европарламент выдвинуть Роберта Зилан, партия для развития Латвии, Ивра Ебса. Латвия на первом месте кандидатом объявила Вейлеса Криштапанца. От новой консервативной партии стартует экс-министр сообщения Талис Лейнкайц. Другие политические силы пока не определились с кандидатами. Зарплата президента Латвии, спикера Сейма, премьер-министра и председателей Конституционного и Верховного суда до оплаты налогов в будущем году составит 8 440 евро в месяц, не считая надбавок. Это на 478 евро больше, чем в этом году. Зарплата министров будет 7 475 евро плюс 423 евро. Зарплата депутатов Сейма – 4 220 евро плюс 239 евро. А мэр Риги будет получать на 405 евро больше, а именно 7 234 евро. Очереди грузовиков выстраиваются не только на восточной границе Латвии, но и в Риге. Из-за низкой пропускной способности болтик – контейнер терминал. На Ганиму-Дамбесе в Риге сутками стоят фуры. По словам водителей, никакого движения не происходит по 12 часов. Стою ровно в том же месте, как встал вчера. Фриго-Балтик. Где-то километра 2,5 до БЦТ. Если проводить аналогию, вчера ровно в это время здесь стоял, в 12 часов дня выехал. А по словам представителей логистических компаний, срываются с руки и нет никакой возможности планировать работу и доставку грузов. В Рижской Думе не подтвердили версию, что трамвай в Риге сошел с рельсов из-за неубранного снега. Советник исполнительного директора Риги Кристот Калненьш сказал, что авария случилась из-за неисправности тормозов. Он также призвал дождаться результатов расследования Ригы Сатексма, чтобы понять истинную причину аварии. Рижская Дума для студентов обещает увеличение льготным проезд в общественном транспорте по месячным билетам до 60%. Студенты же требуют возобновления скидок на одноразовые поездки, заявляя, что каждый день им ездят, нет необходимости. Система одноразовых билетов более гибкая. Хотелось бы, чтобы самоуправление поняло, что у студентов другие привычки, чем, возможно, у остальных групп общества, говорит президент Студенческого союза Латвии Лена Леваде. Латвийские диетологи создали свой знак качества и языка устру специалисты, рекомендуют диетологи. Этот знак должен помочь потребителям легче ориентироваться в ассортименте магазинов. 60% взрослого населения Латвии страдает от избыточного веса, в том числе четверть от ожирения. Среди девятилетних лишний вес или ожирение у 29% мальчиков и почти 25% девочек. Латвий Зенис – независимое русскоязычное издание Латвии. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.